Итак, продолжается программа «Утро на СТС». После одних интересных знакомств следуют другие, потому что так же, как Артём Дрига знакомит вас каждый день с новыми героями, так же и к нам в гости, в студию приходят интересные люди, которым есть чем поделиться. Да, и у нас в неё в гостях певица, которую вы наверняка уже успели увидеть в группе «Приза», а теперь мы можем сказать, что она сольная артистка, стала она сольной артисткой, и ушла из группы «Приза», либо она будет параллельно развиваться, развивать две карьеры музыкальные. Мы будем эти все подробности узнавать у Олеси Спиридоновой, которая пришла сегодня к нам со своей новой композицией. Я бы сказала, так, первой сольной композиции. Олеся, доброе утро! Доброе утро! Доброе утро, друзья! С наступившей весной тебя прекрасно выглядишь. И вот как весна, грубо говоря, в наши дома все ворвалась, так же и ты ворвалась на наш музыкальный рынок, на нашу музыкальную сцену с новой композицией и новым проектом, насколько я понимаю, да? Да, спасибо вам большое. Новая композиция, но не знаю, как насчет проекта, то есть это очень громко, так сказано. Я ищу себя, ищу свою музыку, ищу свои песни, но как таково отдельно меня еще нет, но я как-то не рвусь, потому что это все процесс. Это эксперимент по большинству человеку, да? Да, я также остаюсь в призе, то есть никуда не ухожу. Вот это у меня очень важно, да? Это моя семья, я не знаю, это для меня что-то слишком родное, чтобы я так вот уходила и начинала сама свое. Нет, но то, что мы уже начинаем создавать, писать песни и искать вот себя, находить, это очень здорово, это такой процесс. Получается, к этому моменту пришли все члены команды, да? Получается, вы каждый параллельно начинаете себя искать, пытаться развиваться сольно, да? Что-то пробовать? Почему это происходит? Вам надоело, может быть, вместе выступать, или вам хочется чего-то большего? Нет, нам хочется нового. Мы находимся постоянно в поиске, и когда есть что-то свое, рождается, это же как вот маленький ребенок свой. А как вот та самая семья относится вот к таким экспериментам, когда кто-то отделяется и говорит, а я вот что-то еще умею? Очень хорошо. В создании этой песни вот вся эта семья и поработала. Музыку написал Константин Ешану, и слова Константин Ешану и Михаил Суркан. То есть гитару, наш гитарист, видео, наш басист, то есть каждый что-то приложил, да, мы так поработали вместе, очень здорово. Такой подарок на 8 марта получился. Ну, замечательный подарок. У меня в случае все равно, ну, скажем так, логичный вопрос, да, почему же тогда эта песня презентуется не в рамках проекта, да, в рамках группы, а все-таки как сольная. То есть если все к этому приложили руку. Да, но я думаю, что такой это каверзный вопрос мне задали, что я себя не разделяю как-то вот отдельно. Я сольная, я Элис, ну, это все в будущем, я думаю, будет. Это такой эксперимент получился у нас. Да, Алиса, главное, наверное, то, что хотелось бы отметить, это название самой композиции, называется она «Поверь». Наверное, это главное слово в этой композиции, основное. И что ты хотела поверить, когда ты начала? Знаешь, Денис, у меня была мечта с детства быть певицей, не просто артисткой, а быть певицей. Хотя, как таковых задатков у меня, чтобы все, вот она поет, на каждом шагу такого не было. Просто это был внутренний голос, который постоянно меня что-то мучил. И в детстве я помню, родители, когда уходили, так я ставила зеркало перед собой, вентилятор, чтобы у меня эффекты были, микрофоны, пела там. Или же у бабушки сейчас у нас будет концерт. У бабушки есть такие пороги, когда в дом заходишь. Я ставила ковер, выносила в музыкальный центр, и у меня здесь были зрители. То есть я этого уже не помню, но у меня мама рассказывала, что у меня лет пять было, и она приходит домой, а у меня там концерты. Да, и как таково, чтобы, Олеся, ты будешь певица, не было такого, чтобы меня поддерживали, да, ищи себя, ищи песни, ищи, мы тебя вот как-то... Нет, я все сама. Я хотела стать певицей, но поступила на театральный, что одно другому не мешает. Ну и вот как-то потом работала в администрациях, то есть совершенно не связано никак с песней. Из творчества, в принципе. Да, и я вот это сижу, значит, с министрами, начальниками, мы в рядах, на концертах, а у меня внутри такое, я хочу на сцену, я хочу, чтобы оттуда на меня смотрели, а не сидеть в зале. И вот так одноклассники мои всегда в детстве мне желали попасть на фабрику звезд, чтобы я стала звездой. И вот как-то так и случилось. Я думаю, что приза – это моя фабрика звезд, это та фабрика, откуда я выхожу, по сути. А та самая песня «Поверь» – это о вере во что? В себя, в свои силы? Да, поверьте в себя, поверьте в свои силы, верьте в своих близких, здесь нет определенного направления. Там есть такие слова, значит, «Ты крыло мое излечишь, улетим с тобой туда, я твоя одна на свете, красота и высота». То есть, если кто-то падает, поддержи его, и вы взлетите, вы все вместе. Верьте, верьте в себя, верьте в родных, верьте в любимых, поддерживайте их. Ага. Когда есть вера и эта поддержка, то мы все можем сделать сами. То есть, нам все по-блечу. Я думаю, что самый главный шаг уже сделан. И мы с удовольствием послушаем твою композицию после следующей рубрики. Ты нам ее представишь для всех наших телезрителей. Мы желаем тебе удачи и будем ждать своих новых песен. И, конечно же, с группой призы, сольных, неважно. Главное, чтобы ты получал удовольствие от того, что делаешь. Я думаю, что нашим телезрителям тоже будет приятно, когда артисты, которые создают музыку, пишут эти слова, делают это от всей души. Спасибо огромное, Денис. Ну, до премьеры у нас еще важный момент в программе. Знаем, что вы ждете эту рубрику, когда Сулу Ахимова расскажет вам, что сегодня выбрать из гардероба, с каким настроением и в ожидании чего отправиться в этот новый день. Итак, нумерологический прогноз.